Здравствуйте, дамы и господа ForexTraders! Сегодня в этом небольшом видео мы поговорим о пятнице. О том, о чем стоит помнить, торгуя на Forex пятницу, о сколько закрывается рынок, и значимость пятницы. О том, почему этот день недели, эта дневная свеча важна, какие подсказки можно извлечь из направления цены в этот день, и еще несколько нюансов. Сегодня как раз пятница, и дневная свеча на текущий момент, а сейчас полдень, выглядит вот таким образом. Но, естественно, тут все еще может сильно измениться до конца дня. И первое, о чем стоит упомянуть, это время закрытия рынка Forex в пятницу. Вы можете видеть в окне обзора рынка вот такие часики, и большинство брокеров закрываются, когда на этих часиках будет 23.59. То есть 23 часа, 59 минут, ну и где-то 50 секунд до полночи торговля прекращается. По московскому времени это обычно либо полночь, либо час ночи, в зависимости от того, сейчас активно летнее время, либо зимнее на сервере брокера. Тем не менее, существуют некоторые брокеры, которые могут закрываться и на час где-то, или даже на два раньше, да, то есть где-то в 11 вечера по Москве. Более точную информацию о времени закрытия вашего брокера можно найти на его сайте. К примеру, на сайте RoboForex в разделе «Клиентам», «Информация», «Время работы рынков». И здесь, соответственно, все расписано. Но учитывайте, что тут может быть какой-то дурацкий часовой пояс, да, и вам, возможно, придется погуглить, да, как это соотносится с вашим местным временем. Но в целом, в целом, по московскому времени большинство брокеров закрывается в полночь. Да, это если такая средняя температура по больнице. Также новичкам стоит помнить о том, что в пятницу, где-то 15, 30, 16, 30, в зависимости от того, зимнее или летнее время, в Америке по доллару частенько выходят значимые данные, например, нонфармы, которые могут очень сильно отряхануть рынок. По нонфармам у нас есть отдельный материал на сайте, можете найти через форму поиска. Ну, в целом, там совет простой, просто их не торговать. Поэтому, поэтому, в пятницу не забывайте проверить экономический календарь. Он, в принципе, есть везде, и в том числе и на нашем сайте в разделе инструменты экономический календарь. Вы можете его найти. И если видите, что есть какие-то новости, отмеченные красным, да, 15, 30, да, вот сегодня как раз есть такое, есть нонфармы, да, вот 15, 30 США, 3 деления, то есть максимальная значимость новости, значит, где-то в 3 часа дня смотреть, уже торговать, наблюдать за рынком, какого-то смысла нет, просто выходите из рынка и спокойно идете отдыхать. Вот поэтому в пятницу всегда проверите, есть ли значимые новости. Не забывайте об этом. Следующее, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это движение во второй половине пятницы. То есть где-то после 4-5 часов дня по Москве и вплоть до закрытия рынка, если цена стабильно повышается, а то в понедельник следует ожидать продолжения этого движения. Если стабильно понижается, причем именно направленное движение, ну вот что-то типа вот такого, вы видите, если цена стабильно понижается, то, соответственно, в понедельник, как минимум первую половину понедельника, можно ожидать продолжения этого импульса. Особенно ярко это видно и работает на паре доллар-рубль. Да, это прям очень ярко. Ну вот сейчас идет такое направленное движение. Если мы увидим его, такое же движение, продолжение после 4 часов, после 5 часов дня и вплоть до закрытия, такое стабильное, не обязательно прям сильное, а именно стабильный рост продолжающийся, то в понедельник стоит ожидать продолжения этого импульса. Почему это происходит, думаю, понятно. Крупные игроки закупаются, не боясь того, что за выходные что-то произойдет. То есть они уверены, что за выходные ничего не произойдет, да, уверенно закупаются или уверенно продают. И это означает, что в понедельник мы можем ждать продолжения этого импульса. Еще один интересный момент – это формирование недельной свечи. Если в пятницу, ну вот допустим сейчас полдень, да, и вы видите, что свеча достаточно полнотелая, либо уже сформировала вот такой большой хвост, да. В целом рынок в пятницу менять форму свечи недельной не любит. Поэтому, глядя на недельную уже почти сформированную свечку, можно предположить, какое движение у нас будет до конца дня. Ну вот что сейчас? У нас уже выносили покупателей, да, судя по большому хвосту, да, вот этому. Смотрите, это евродоллар, недельные, недельные графики. И цена довольно-таки целенаправленно сейчас движется вниз. Что можно ожидать? При этом учтите, что у нас нонфарм, но нонфарм просто может вынести стопы, частенько после него цена в течение двух часов буквально возвращается на тот же уровень. И все. Стопы вынесли туда-сюда и вернулись. И в целом, глядя на вот такую свечку, я не ожидаю какого-либо изменения после полудня, полудня, пятницы. Поэтому, скорее всего, продолжится движение вниз, либо цена примерно на этом же уровне и останется. Если свеча полнотелая такая, мощная, ну вот, например, вот такая свеча, в пятницу вы видите, что недельная свеча на данный момент вот такая, и сейчас на часах тот же полдень или часа 2-3 дня, то, опять же, ожидать какого-то снижения цены не стоит. Если вы торгуете внутри дня, соответственно, искать сделки на продажу как-то тоже не очень разумно. Поэтому, поэтому помните, что не очень любят цена изменять форму недельной свечи в пятницу, и по недельной свече можно сутить, чего ожидать до конца дня. Конечно же, если недельная свечка какая-то непонятная, что-то вроде доджи, ну вот, вы в 2 часа дня смотрите, и вот такая вот свечка, если вы пойми куда чё, то тут можно ожидать любых движений. А если свеча достаточно понятная, да, вот, допустим, сформировалась какая-то чёткая фигура, например, пин-бар, да, то вот тут ждать какого-то движения наверх значительного смысла нету, да и вниз тоже особого, поэтому, скорее всего, ничего не поменяется, и всё. А если свеча полнотелая, то тут только либо продолжение движения, либо небольшой откатик, и всё. Но сильного движения вниз, если это бычья свеча полнотелая, либо сильного движения наверх, если это медвежья свеча достаточно полнотелая, то не стоит ждать. Поэтому смотрите на форму недельной свечи во второй половине дня. В пятницу по ней можно предсказать движение рынка. Почему пятница значима вообще? Как вы наверняка знаете, огромное количество объёмов на торговле на рынке Форекс, это внутридневная торговля, да, высокочастотники, и внутридневные трейдеры, они составляют вплоть до 80% операций на рынке. И кто те люди, которые заходят в пятницу в рынок и остаются в нём на выходные, учитывая риски, с которыми связаны выходные, так как может произойти что угодно, да, не знаю, Трамп что-нибудь ляпнет, война начнётся и так далее. Кто эти люди, которые открывают позиции и оставляют их на выходные, то есть не уводят позиции из рынка? Это крупные трейдеры. Это крупные учреждения, которые владеют большим количеством информации, чем мы, чем СМИ и другие открытые источники. И при этом они соглашаются на риск переноса позиций через выходные, платят свопы. То есть это весьма значимые, скажем так, трейдеры, да, и к направлению их позиций стоит как минимум присматриваться. Поэтому то, что происходит в пятницу, очень часто, я уже говорил об этом чуть раньше в этом видео, оказывает влияние на дальнейшее поведение цены. И либо импульс в понедельник, либо даже импульс на всю следующую неделю. Кроме того, по статистике, пятница очень часто является точкой high, либо low недельной свечи. Да, соответственно, по этой же причине стоит ожидать продолжения какого-то направленного движения, если оно присутствует в недельной свечке. А если брать отдельную пятничную свечу, да, то если есть на ней какой-то из сигналов у вашей торговой системы, либо price action, к нему тоже стоит прислушаться. Так как, опять же, как я уже говорил, в пятницу входят весьма и весьма крупные игроки. И последний небольшой нюанс. Когда открывать позиции в пятницу, учитывая пятничную свечку, если вы торгуете на дневных графиках? Этот вопрос очень часто мне задают. Открывать позиции вечером в пятницу, либо на открытии рынка в понедельник. Здесь ответ один. Открывать на открытии рынка в понедельник, если нет гэпа. Если есть гэпа, торгуем гэп. Ну или вообще не торгуем. А если гэпа нет, то торгуем наш сетап. Вот и все. Потому что если вы откроете позицию в пятницу вечером, то огромный гэп может просто вынести ваш стоп в понедельник. И вы получите убыток. Вот и все. Поэтому, если видите какой-то сигнал в пятницу, и вы торгуете на дневных графиках, то открывайте позицию, либо не открывайте, если есть гэп, в понедельник на акте рынка. Ну что ж, на этом у меня все. Спасибо за внимание. С вами был Павел. Специально для сайта TradeLikePro.ru До свидания.